478 семей в Хакасии в первые три месяца текущего года направили средства материнского капитала на погашение долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам. 92 семьи выбрали это же направление, но они приобретали жилье без привлечения кредитных средств. Как правило, в этом направлении используется сразу вся сумма материнского капитала. 267 человек направили деньги на образование детей. Здесь речь может идти о части суммы, так же, как и в случае, если родители решаются воспользоваться ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. Популярность набирает ежемесячная выплата из средств материнского капитала, которая осуществляется в размере прожиточного минимума на ребенка. Связано это с тем, что с января текущего года были внесены изменения в законодательство, и эту выплату можно получать на любого из детей. То есть, это не так, как было раньше. Мы выплату из средств материнского капитала осуществляли только на второго ребенка, рожденного с 1 января 2018 года. С 1 января 2023 года выплату можно получить на любого из детей. Необходимо обратить внимание, что выплата ежемесячного пособия из средств материнского капитала осуществляется сейчас в единый день. То есть, 5 числа каждого месяца. Но выплата осуществляется в текущем месяце за предыдущие. То есть, в апреле и 5 числа люди получили деньги за апрель, далее за май деньги люди получат только 5 июня. 15 апреля исполнилось 3 года с того времени, как родителям нет необходимости предоставлять документы для получения сертификата. Все происходит в автоматическом режиме. В то время, в 2020-м, это было продиктовано пандемией. Но теперь стало нормой. Удобно и для граждан, и для специалистов фонда. В апреле месяце исполнилось ровно 3 года с изменения законодательства, которое говорит нам о том, что сертификат на материнский капитал граждане получают без подачи заявления. То есть, проактивно. То есть, 15 апреля 2020 года как раз эта норма вступила в силу. И за эти 3 года в проактивном режиме было выдано более 9 тысяч сертификатов. То есть, если мы берем с даты начала реализации этого закона, то есть 2007 года, общая численность выданных сертификатов более 55 тысяч. И вот за 3 года 9 тысяч выдано в проактивном режиме без подачи соответствующего заявления. Светлана Побеляева, Василий Конзычаков. Новости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...